Добрый день, меня зовут Сергей, приветствую вас на канале 1Серж23. Подписывайтесь на канал, канал посвящен катерам, лодкам и прочей водно-моторной тематике в основной массе. Есть на канале и другие темы, но это уже как бы, они идут второстепенно. В основном это ремонт катеров лодок и все, что с этим связано. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики для того, чтобы получать новое давление о выходе новых свежих роликов. Данный ролик посвящен в первую голову владельцам катеров Е-Марин. Почему именно владельцам катеров Е-Марин? Потому что мне не попадалась ни одна нормальная лодка, вообще ни одна не попадалась лодка нормального производителя, который бы делал подобные вещи, либо разрешал своим дилерам делать подобные вещи с лодками. Что я имею ввиду? Я имею ввиду брать дрель, просверливать за деньги владельца дырки в корпусе сквозные и прикручивать на саморезы металлическую полосу, предназначение которой непонятно. Так называемый кильгард. Но я вообще явный противник кильгардов, потому что все, что я сталкивался с кильгардом, это всегда был отвратительный опыт. Это был отвратительный опыт на всех лодках, скажем так, оторвать кильгард стоит в три раза дороже, чем его приклеить. Поэтому здесь, если вы задумались над подобной вещью, взвесьте сто раз, стоит ли вам это делать и нужна ли вам подобная штука. Но владельцам новых катеров Е-Марин предлагается такая фишка, дополнительная опция. Говорят, ребята, давайте вот за ваши деньги мы вам просверлим ваш катер по всему килью насквозь и прикрутим туда с непонятной целью металлическую полосу, которая будет вас каким-то образом защищать вашу лодку. Ну, кстати, вот повреждения, которые есть по корпусу данной лодки, они все находятся выше этой полосы и, собственно, толку от нее никакого нет. А для того, чтобы полоса эта не текла, чтобы у вас дырки были там, как это, вот владелец данной лодки звонил представителям и говорят, да там же саморез 2 см. Ну, а ничего, что корпус 2 см, а иногда и тоньше в разных местах по всему килью на данной лодке, это лодка легкого класса. То есть весит она меньше двух тонн, это легкая лодка и на ней нет нужды делать 8-сантиметровый киль. Да даже если бы был 8-сантиметровый киль, все равно были бы там, были бы наверняка при установке подобного изделия сквозные отверстия, либо близко к ним. Почему? Почему сверление? Почему нельзя закрутить саморез, к примеру? Потому что это стеклопластик, и саморез закручивается нержавейкой. Физически невозможно нормально закрутить саморез, не расколов корпус и, допустим, не повредив гилькоут корпуса, то есть что не пошли бы сколы, трещины, этот, как его называется, паутины и все остальное. Даже когда я делаю тенты, ставлю тенты на стеклопластиковые катера всегда перед началом, перед тем, как закрутить саморез в корпус, всегда сверляется отверстие меньшим диаметром, потому что в противном случае ничего не получится. После того, как корпус катера был весь просверлен, а дырок здесь порядка 30, из последней дырки потекла водичка, потому что лодка находится немножко в вертикальном положении, то есть, соответственно, по данным отверстиям, под продольную балку корпуса днищего набора, вероятнее всего, подала вода, потому что деваться ей там и находиться больше неоткуда. И поэтому здесь, как еще раз говорю, маловероятно, что кто-то будет сразмерять толщину корпуса или еще что-то. Кто бы это ни делал, данную информацию, данную штуку, может быть, могут хорошо сделать на заводе и предусмотреть подобную вещь, что, допустим, каким-то образом сделать усиление дополнительное, сделать какой-то отсек дополнительный. Ну, не знаю, но это бред, это никто этим заниматься не будет. Ни одна нормальная лодка не имеет дырок внизу по килю. Это неправильно. Кроме ямаринов. Сейчас я вам возьму сверло и покажу, что данные отверстия являются сквозными. Вот прям берем и засовываем. Вот, видите, все. То есть, другими словами, вот, вот я вам показываю. Ну, давайте дальше пойдем. Вот. Это сквозные дыры в корпусе лодки. И они все такие. То есть, по всей длине в данном корпусе данной лодки просверлено 30 дыр. Эти дыры были, на эти дыры, к этим дырам была поставлена вот эта полоса, которая была привинчена, поставлены саморезы на герметик. Но когда мы ее снимали, герметик уже весь рассокся, его уже не было. Герметика не было ни на саморезах болтов. Герметика не было на пластине. То есть, он был когда-то, то есть, потому что следы, следы герметика были на корпусе. А в остальном ничего больше не было. То есть, другими словами, что происходит? Постепенно вы все равно наезжаете на препятствия, наезжаете на какие-то моменты. Даже если эта локта новая, только вышла с завода, и вам только что ее испортили за ваши деньги, подобным образом. Вы наезжаете на препятствия, третесь с пластиной, получаете удар, получает деформация, которая нагрузка передается с этой пластины, передается на болты. Несмотря на то, что их много, 30 штук, все равно какие-то болты будут раздалбливаться постепенно. Саморезы отвинтились очень легко, никаких усилий не потребовалось, то есть, не потребовалось зажимать там шуруповерт, выкручивать, что это прочно смонтированная конструкция, нифига. То есть, это просто обычные саморезы, которые легко открутились, открутить их можно, они их не держал ни герметик, ничего. То есть, не насечка на корпусе уже все, она уже тоже пришла в негодность. Вот, поэтому здесь ничего этого нет. Другими словами, если не заделывать это мероприятие, то в дальнейшем получится следующая картина. Для того, чтобы представить себе последствия подобных вещей, необходимо представить, как устроена лодка, как устроен днищевый набор катера. Вот у нас была недавно замена нескольких полов катера с полностью заменой днищевого набора. Я очень рекомендую посмотреть три ролики. Это был финский катер один и был шериф. Я рекомендую вам посмотреть, как устроен пол, как устроен днищевый набор. Про днищевый набор шерифа я рассказывал очень подробно, как в процессе его изготовления и как он делается. Так вот, здесь по-хорошему должна идти продольная балка корпуса, которая легкому корпусу не дает сложиться. То есть перегородки вообще держат корпус для того, чтобы он не складывался ни по горизонтали, ни по вертикали. Вот здесь идет продольная балка корпуса. Продольная балка корпуса выполнена либо из дерева, из массива дерева, либо из фанеры, которая вклеена непосредственно в стекломат самого корпуса. Это усиление, ребро жесткости так называемого. Данная балка позволяет корпусу спокойно принимать удар волны. Если под нее попадает вода, что происходит? Она просто тупо гниет. После того, как она сгнила, начинают сгнивать перегородки, наполняются баки плавучести, запускается осмос, катер начинает разрушаться. Осмос это рак корпуса лодки. То есть это про тему осмоса отдельные ролики, посмотрите на канале, то есть все очень подробно и явно расписываю. По той простой причине, что каждый третий катер приходит в осмосе. Поэтому здесь мой вам совет. Если вы купили себе Ямарин, либо если вы только покупаете себе Ямарин, и вам предлагают подобный тюнинг, посылайте продавцов нафиг. Не платите за это ни в коем разе. Толку от этого не будет. А корпус вы испортите. Ремонт не дешевый. Всех этих отверстий отреставрировать, заделать, восстановить так, как они должны быть. Ремонтировать всегда дороже, чем сверлить. Засверлить дырку одна минута, зареставрировать ее полдня. Смотрите разницу. Плюс материал. Поэтому здесь, если вы только покупаете, и вам предлагают подобный тюнинг, купите лодку, у которого этого нет. Мой вам совет. Либо, как только купили, если вариантов нет вообще, то есть, что эта полоса уже приделали ее, снимайте ее нафиг. Берете топ-коут, берете круги, зачищаете все это мероприятие. Но все равно, вот можете прокатиться полгода, лучше всего прокатиться полгода, чтобы лодку уже после этого можно было по-человечески обработать. Обработать противоосматическими грунтами, если вы новую лодку взяли, через полгода можно зареставрировать все эти отверстия и забыть об этом, как о страшном сне. И пустить лодку под необрастей. То есть, проблема решится вся сразу же и на корню. Если же вы владелец старого Ямарина, мой вам совет, убрать это все нафиг. Потому что у вас ситуация может уже быть такого же плана, подходить к своему логическому продолжению и завершению, как вот она произошла уже на этой лодке. Начался процесс. Потому что, говорю, саморезы все не держались, герметик уже сгнил. То есть, уже по сути своей вода была готова совершенно спокойно, постепенно начинать поступать через эти отверстия, поступать непосредственно в продольные балки корпуса. Учитывая, что корпуса, если корпуса многоматричные, то тогда здесь, соответственно, ремонт его будет стоить безумных денег, равносильные, может быть, покупки новой лодки. Поэтому здесь доводить до этого не надо. Здесь нужно просто все это мероприятие снять, убрать, выкинуть нафиг, полполоса нержавейка, сдать ее металлом или бросьте, чтобы валялась для каких-то изделий, поделок. Вот, этот, как его называется, зачистить, убрать весь герметик, вот как мы все это сделали, привести вот такое состояние. После этого нужно взять и отреставрировать все вот эти вот 30 отверстий, которые у вас сделаны, которые вам добрые люди просверлили в днище вашей лодки. После этого, соответственно, можно зашкурить, если вы не хотите, по какой-то непонятной для меня личной причине, не хотите закрывать, обрабатывать и продлевать жизнь своей лодки противоосматическими, обычными и необрастающими красками, а вам по какой-то черт нужна белая лодка, которая будет постоянно грязной и постоянно этот, то просто ее зашкурите, выведите и на этом остановитесь. Если же вы заботитесь о своей лодке, соответственно, после всех подобных мероприятий, делайте в следующем операции. Обязательным образом зашкуривайте, зачищайте, чистите лодку, реставрируйте корпус гелькотом, если есть в нем необходимость, закрывайте от 2 до 5 слоев, минимум 2 слоя, если у осмоса нет, если осмос проявился, вообще лучше всегда закрывать 5-6 слоев, это рекомендация не зря. 5 слоев противоосматического грунта по свойствам дают те же свойства, которые дает гелькот на корпусе. Чем старше лодка, тем больше слоев грунта противоосматического надо закрывать. Минимум, говорю, на старых лодках минимальное количество слоев 5, 5-6 слоев. Читайте инструкцию, компания Интернешнл, соответственно, материал противоосматический грунт Гелшилл-200. Но если лодка живая, если осмоса нет, в принципе, для профилактики, чисто для себя, минимум 2 слоя. 2 слоя это минимум. Закрыли, после этого вы закрываете еще ее, допустим, если делаете под трилюк, закрываете примакорным, и в дальнейшем уже просто закрываете необрастающей краской и забываете о днище. В дальнейшем вам предстоит только производить реставрацию, которая может получиться либо, допустим, вследствие естественной эксплуатации катера, но это уже будет все гораздо проще, виднее и явно, либо, допустим, просто обновление необрастающей краски. А так все, вот эти операции, которые необходимо делать владельцам катеров Ямарин, на мой взгляд. Конечно, вы можете сказать, что все это полная лажа, извините. Вот, что все это полная лажа, и я это делать не буду. Но это ваше личное дело, это ваше личное мнение. А так, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Рассказов про катера идет много по мере их ремонта, потому что ситуации у всех всегда возникают самые разные. Вопросы можно задавать мне на почту, почта 1серж23, обязательно всем отвечу. Спасибо за внимание, до свидания.